Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что Анастасия Заворотнюк, которая борется с агрессивной формой рака, глеобластома, впервые за долгое время показалась на публике. Недавно мама актрисы Анастасии Заворотнюк широко отметила свой день рождения. Она собрала всю свою семью в одном из московских ресторанов. На празднике присутствовали внуки, в том числе Анна Заворотнюк, родь бабушки. Она прилетела из Дубая. В СМИ появилась информация, что на этом празднике присутствовала и сама Анастасия Заворотнюк. Об этом говорят очевидцы. Однако родственникам запрещено снимать Анастасию на камеру. Она не хочет, чтобы общественность видела ее изменившуюся внешность. Но я так понимаю, что это пожелание еще и идет от мужа Петра Чернышева, который, так сказать, немножечко на тянутых отношениях и находится и с мамой, и с дочерью. Именно вот я так понимаю, что из-за этого они ничего не видят такого плохого в том, чтобы они, с другой стороны, не хотят, чтобы общественность видела. В качестве справки напоминаю, что Заворотнюк уже более трех лет сборется с онкологией, и смерть не изглашает подобностью ее состояния. Друзья, вы знаете, что я хочу сказать? Ну, не хотят, но не снимают, но не снимают. В общем-то говоря, скажу откровенно, я не думаю, что есть такой огромный интерес увидеть, как выглядит Заворотнюк, потому что все прекрасно понимают, на примере Фриска, к примеру, на примере, как выглядит человек, который болит с ильюбластомы. Недавно врач, который связан с лечением, ее, куда они обращались, это, по-моему, Институт молекулярной биологии РАНа, он сказал, что там ничего такого страшного сейчас нет. Значит, собственно говоря, вот как если пишут, что она выходит в свет, когда чувствует себя не так плохо, на какие-то мероприятия, где, собственно говоря, просто запрещено ее снимать. Ну, значит, применили, наверное, все-таки какой-то перспективный метод лечения, потому что с ильюбластомой, ну, не знаю, насколько я читал, так не получается у людей. В данном случае, наверное, что-то такое все-таки. Сделали, я так понимаю. Друзья, что думаете на сей счет? Вообще, на самом деле, пожелаем, я думаю, и Анастасии Заворотнюк. Я сегодня прочитал, что Роман Костомаров будет мотивационным спикером. Ну, очень здорово, я считаю, что люди, именно прошедшие через такое, они должны мотивировать других людей. Сейчас, вы знаете, людей, лишившихся конечностей, очень много. Не просто люди, которые рубят бабло, извиняюсь за выражение, которые говорят, что я ваше желание исполню, научу вас исполнять желание, вам нужно мне деньги прислать, и тогда ваше желание исполнится. А именно люди, которые прошли вот через такие трагедии, вот через такие вещи, они не просто имеют право, они обязаны нести это знание другим людям, оказавшимся в такой же ситуации. Поэтому пожелаем выздоровления всем, кто сейчас болеет, всем абсолютно. С вами был Будда Гришна. Друзья, подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии, описании к видео. Для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Здесь внизу ссылочка на мои социальные сети ВКонтакте «Одноклассники» и «Запрещенная Грамма». Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.